За чашкой кофе и в неформальной обстановке предприниматели Химок обсудили важные вопросы для бизнеса. На встрече глава городского округа Дмитрий Волошин выслушал достижения и проблемы бизнесменов. Наша задача услышать все проблемы, какие есть, и понять, как их решить, если такая возможность нет, что сделать, чтобы эта возможность появилась. Бизнес-завтрак прошел всходнее. Именно здесь сейчас работает выездная администрация. Ресторан – победитель международных конкурсов рестораторов. В период пандемии именно этот бизнес пострадал больше всего. А после введения QR-кодов количество посетителей снова снизилось. Но все сотрудники этого заведения давно поставили прививки. Поэтому владелец ресторана спокоен за здоровье своих посетителей. Другие бизнесмены тоже поделились своим опытом в вакцинации сотрудников. Большая часть сотрудников у нас вакцинирована. Это порядка 62% из тех, кто не имеет медицинских противопоказаний. В первую очередь, конечно, люди понимают необходимость и значимость мероприятий по вакцинации. Ну, в вторую очередь, конечно, стараемся людей заинтересовать, разъяснить необходимость. В Хемках кроме 15 стационарных пунктов в вакцинации работает еще 15 мобильных бригад. Владельцы крупного бизнеса могут легко вызывать бригаду врачей на предприятия и вакцинировать сотрудников. Еще один вопрос, который обсуждали на бизнес-завтраке – это благоустройство химок. В этом году мы работаем на исходе полтора месяца, с середины июня до первого августа. Для того, чтобы мы могли пройти каждый двор, зайти в каждый ресторан, посмотреть все парковки, посмотреть наши лесные массивы. Целиком, полноценно, полтора месяца минимум нужно для того, чтобы пройти район. Каждый из участников встречи подчеркнул, что за последние несколько лет город кардинально преобразился. Видно, как развивается микрорайон сходный в течение даже 5-6 лет. Это большое развитие стало для нашего… Я раньше деревню называл, а сейчас уже понимаю, что это уже районный такой… Идет развитие масштабное. Видно, как обновляются и дорожки, и парки, и остановки. Видно развитие. С развитием микрорайона развивается и бизнес. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев выделил 1 миллиард рублей на поддержку бизнеса в период пандемии. И, как признаются сами предприниматели, они чувствуют поддержку города. Обсуждали вопросы именно поддержки бизнеса и социальной направленности бизнеса по отношению микрорайона. Естественно, мы в условиях пандемии сегодня попали в очень такую тяжелую ситуацию. Вот, допустим, что касается наших предприятий, мы фактически всю пандемию, когда были закрыты, мы не брали деньги с арендаторов. Потому что мы понимали, что если мы их разорим, естественно, они не смогут после пандемии выйти и начать работу. Естественно, мы эту ситуацию удержали. Мы сегодня сохранили все. Подобные бизнес-завтраки стали уже традиционными. На них предприниматели могут не только пообщаться друг с другом и обменяться опытом, но и поговорить с представителями администрации в неформальной обстановке. Редактор субтитров А.Семкин